Убийство из-за неприязни. В Орле задержан подозреваемый в двух громких преступлениях. Кому снег убирать? Руководитель спецавтобазы пожаловался в Рио губернатора на нехватку рабочих рук. В конец скитания. Орловские гимнасты и акробаты возвращаются в родную отремонтированную школу. Глаз да глаз. В прокуратуре области подвели итоги работы за год. Об этом и не только вы узнаете из нашей программы. Это губерния итоги недели. В студии Олег Рудаков. Здравствуйте. В 2013 и в 2014 году в Орле произошли два, пожалуй, самых резонансных преступлений. Это убийство Андрея Уварова, сына бывшего мэра города, и убийство Владимира Соболева, председателя совета директоров ООО «Орел строй». 1 февраля этого года был задержан человек, который признался в этих преступлениях. Подробности далее. Андрей Уваров, в ту пору первый заместитель начальника департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы, был застрелен 3 мая 2013 года возле подъезда дома, в котором находилась его квартира. Почти через полтора года, в сентябре 2014 в салоне своего автомобиля был застрелен Владимир Соболев, бывший руководитель ООО «Орел строй». Произошло это возле частного дома в центре города, где проживал убитый. На тот момент объединяло эти убийства одно, пистолет из которого стреляли. Спустя 5 лет об этих убийствах вновь заговорили. Причастность Орловца к двум громким убийствам, произошедшим в 2013 и 2014 годах, установили сотрудники Управления уголовного розыска регионального ОМВД. Орловца задержали за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 Уголовного кодекса России. Следственным управлением ОМВД России по Орловской области возбуждено уголовное дело, по которому гражданин 1968 года рождения был задержан в порядке статьи 91 УПК России. Задержали его после поступившего в полицию заявления о вымогательстве. Неизвестный требовал от Орловского бизнесмена некоторую сумму денег, якобы за прошлые проблемы в бизнесе и угрожал расправой. По неподтвержденной пока правоохранителями информации задержанный сам бизнесмен, владелец кафе «Скаска», а тот, у кого он вымогал деньги, брат убитого Андрея Уварова Борис. 49-летний житель города Орла, который под тяжестью улик сознался в содеянном, указал местонахождение орудия преступления, изложил обстоятельства совершенных преступных деяний, в том числе и мотив совершенных преступлений, это неприязненные отношения с потерпевшими. Также следователи устанавливают причастность задержанного к еще одному убийству. В 2014 году был застрелен сын известного орловского бизнесмена Станислава Васина. Стреляли из того же пистолета ТТ. Следственные действия сейчас продолжаются. Олег Рудаков, Владимир Ноздрачев, телеканал Первый областной. Каждый год одна и та же песня. Именно так можно сказать про ситуацию с уборкой снега в областном центре. Снег идет, скапливается у обочин, на проезжей части и во дворах. А завалы, которые коммунальщики нагромождают возле заправок, это целый снежный перформанс, который горожане, правда, не оценили. Руководителю спецавтобазы не хватает для уборки города рук, а глава города снежных проблем не видит. Как отреагировал на это в Рио губернатора Андрей Клычков, расскажет Наталья Пехтерева. Орел в режиме ожидания. Утром коротая время в пробках, многие орловчане недоумевали, когда нормальная зимняя погода перестанет быть неожиданностью для коммунальных служб. Силы оказались неравны. Опять двойка в один голос констатировали автомобилисты и пешеходы. Последствия снегопада стали поводом для критики и причиной опозданий на работу. На наиболее сложных улицах, где пробки в часы пик, привычное дело, движение практически остановилось. Плохо, плохо я скажу. Вообще нигде не чистится. Даже хотя бы от перехода, где автобусы подъезжают, там подчищали немножко, перейти невозможно. По мне, службы не справляются. Где конкретно? Приведите пример. Да везде. Вот можно посмотреть прямо сейчас на дороге. Мне кажется, это недостаточно убрано. Ну не чистится ничего. По крайней мере там. Я с собой песок ношу, посыпаю впереди. Нигде не чищено. Ну, например, улица какой-то, приведите. Московское шоссе. Доздольно не чищено. Не все так плохо парировали некоторые наши собеседники. В разгар дня действительно стало полегче. Центр чистый. Все хорошо, я считаю, справились. У нас во дворе работает дворник Гуртьева, 18. На аппаратном совещании в администрации региона Андрей Клычков оценил положение дел в областной столице. Последовали рекомендации. Сегодня распределение техники не совсем, как мне кажется, является равномерным. Так, по северному району у нас 7 единиц спецтехники, железнодорожных всего 2. При такой ситуации мы будем просто наблюдать, как снег будет лежать в дворах, и его никто не убирает. Поэтому нам нужно сейчас приложить все усилия для того, чтобы механизированная уборка улиц, дворовых территорий шла в понятном, плановом, системном режиме. Сейчас мы с вами должны просто признать, что некоторые территории находятся в недовлетворительном состоянии. Здесь нужно принимать решения. Александр Сергеевич, скажите, а чем так железнодорожный район-то провинился, что вы, учитывая большое количество проживающих жителей, по сравнению, например, с северным районом, вы всего 2 единицы техники им запланировали? Железнодорожный район в основном, в основной своей массе, это частная застройка, которая относится к третьей очереди уборки. По работе общественного транспорта и дорогам первой категории, в первую очередь, для уборки, по железнодорожному району жалоб никаких нет, и общественный транспорт вышел в планном режиме. Точки над И, в свою очередь, попытался расставить Павел Плахов, глава спецавтобазы. В ход снова шли цифры. Сегодня в ночь работала 31 единица техники, сейчас в нем работает 40 единицы техники. С временами становилось непонятно, почему предприятию с огромным штатом нужны дополнительные рабочие руки. Кроме того, спецавтобазе помогают люди, направленные центром занятости. Численность 394, 364 человека. Нехватывает 30 человек. Смысл один – работать надо, засучив рукава. Тем более, что уже сделано главное терпящее бедствие предприятия удалось спасти. Павел Иванович Владимирович, я вас, наверное, могу понять, что людей нужно больше, но их будет меньше. Вы должны исходить из того, что возможности муниципального предприятия не такие большие. Мы вас вытаскивали из банкротства не для того, чтобы раздувать штаты, а для того, чтобы работа шла системой. Поэтому сейчас нужно определиться с техникой. Недопустимо, когда 3 единицы техники стоит без водителя. И мы при этом говорим, что у нас техники не хватает. Закрепляйте сотрудников администрации. У вас сколько администрации человек работает? 307 муниципальных служащих. 307 муниципальных служащих. Пускай помогают. Если не будет справляться, я думаю, что областная администрация тоже будет помогать. Дело дошло и до техники. Никто и не спорит. Нормально работать на видавших. Виды машинах сложно, иногда практически невозможно. Но готовиться к зиме зимой поздно. Меня не устраивает подход, когда мы в период снегопада начинаем планировать, размышлять о закупке техники для уборки снега на лето. Вот это никому не надо. И летом мы снег с вами убирать не будем. Потом летом мне скажут, что нужно искать пылесос. И мы летом к зиме начнем искать пылесосы для того, чтобы убирать улицу. Мы выезжали вместе с департаментом промышленности. Денис Анатольевич тоже присутствовал. И на Комаш, и на завод спецтехники. И нам там уже предлагали рассмотреть возможности заключения аренды. И рассмотрение вопросов лизинга. Александр Сергеевич, мы с Денисом Анатольевичем в течение недели проработали этот вопрос. Кстати, вопрос техники был в числе обсуждаемых в Санкт-Петербурге во время встречи Андрея Клычкова с Георгием Полтавченко. По Санкт-Петербургу мы в ходе визита предварительно достигли договоренности о предоставлении от администрации Санкт-Петербурга нам дополнительных единиц техники для уборки улиц в зимний период. И, как говорили, комиссия должна поехать, технику осмотреть, не затягивая, без каких-либо проволочек по договоренности получать ее. Право управления тогда проработать совместно с администрацией Санкт-Петербурга Так что прогнозы самые благоприятные. Что касается прогноза погоды, то, судя по всему, службам надеются на то, что само все растает, не приходится. Снег обещают всю неделю. Наталья Пехтерева, Сергей Руднев, телеканал Первый областной. Главной темой заседания региональной избирательной комиссии стал новый порядок голосования по месту нахождения. На президентских выборах он будет действовать по всей стране. Воспользоваться им смогут и жители Орловской области. Речь идет о тех, кто в день голосования прибывает не по месту прописки. Заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можно подать в любую территориальную избирательную комиссию или через МФЦ. Такой порядок у нас в области будет применен впервые. Это новая возможность для граждан, которые в день голосования будут находиться в командировке, которые будут находиться на отдыхе, просто в гостях где-то за пределами своего места жительства. Соответственно, все необходимые мероприятия с нашей стороны по подготовке к этому важному этапу проведены, проведены соответствующие обучения и сотрудников многофункциональных центров, и наших коллег из территориальных избирательных комиссий. Система государственной власти на всех ее уровнях не была бы столь эффективной, если бы за ней не осуществлялся непрерывный надзор. Одним из контролирующих органов является прокуратура, которая реагирует на случай нарушения законного порядка как по своей инициативе, так и в результате получения заявлений от граждан. Прокуратурой области в минувшем году было выявлено 52 тысячи нарушений законодательства. Работу ведомства рассматривали на итоговой коллегии. Из доклада прокурора области стало ясно. Орловчан в меньшей степени волнует санкции против российских олимпийцев. Гораздо важнее для обывателя его нарушенные права. В ЖКХ, в здравоохранении, в заработной плате и важно восстановление справедливости. Внесено более тысячи актов реагирования в связи с нарушениями в сфере оплаты труда. Дисциплинарной административной ответственности привлечено 183 лица. По материалам возбуждено 14 уголовных дел. Судами удовлетворено 743 иска на сумму 32 миллиона рублей. По нашим актам погашены долги на сумму свыше 70 миллионов рублей. В Рио губернатор области Андрей Клычков, касаясь темы задолженности по заработной плате, отметил, что в ближайшее время решится одна давняя проблема – долг перед работниками ЗАО «Дормаш». По итогам 2017 года удалось снять одну из проблемных ситуаций в городе Орле. Сейчас у нас состоится основная проблема с заводом «Дормаш» – 63 миллиона рублей. Вопрос держится на контроле и в областной администрации, органы прокуратуры, чтобы мы выполнили все обязательства по дорожной карте и к 1 марта погасили основную часть долгов по заработной плате. Сфера ЖКХ – еще одна больная мозоль региона. За год здесь выявлено около 900 нарушений, 320 лиц привлечено к ответственности, заведено 8 уголовных дел. Много вопросов возникло у прокуроров к капитальному ремонту и к самому фонду. В региональном фонде капитального ремонта допускаются многочисленные нарушения. В связи с наличием задолженности у органов местного управления внесено 24 представления. По фактам хищения денежных средств при проведении капитального ремонта многоквартирных домов в заводском и железнодорожных районах Орла по материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется два уголовных дела. Как отмечают прокуроры, практически в каждой сфере деятельности были выявлены нарушения. Давление на бизнес, предприниматели, невыполнение обязательств перед ними, органами власти разных уровней – все это нашло отражение в докладе прокурора. У муниципального образования Орел сложилась задолженность перед субъектами предпринимательства по выполненным муниципальным контрактам на сумму более 500 миллионов рублей. При этом работа по формированию доходной части бюджета практически не велась. Не приняты меры к взысканию пении штрафов за просрочку и несвоевременное исполнение обязательств по муниципальным контрактам. 30 тысяч. Ровно столько актов прокурорского реагирования было внесено в прошлом году. Однако нарушений, несмотря на всю работу прокуроров, меньше не становится. Олег Рудаков, Владимир Ноздрачев, телеканал Первый областной. Опасный лед – это и предостережение, и название Всероссийской акции, которую проводит Общероссийский народный фронт. Задача – привлечь внимание коммунальных служб гололедицы и опасным крышам, где возможно падение сосулек или сход льда. Как все это общественники намерены воплотить в жизнь, расскажет Алина Лагутина. Региональное отделение Народного фронта взяло инициативу по защите жизни и здоровья орловчан в свои руки. Орловская область присоединилась к Всероссийской акции «Опасный лед». Так как это опасно, люди подвергают каждый день себя опасности. Привлечь власть, привлечь муниципалитеты к данной проблеме. В рамках акции под критерий опасности попали не только сосульки, но и непосыпанные песком тротуары. Пешеходные переходы, трещины на обледенелых реках, открытые люки. В общем, все то, что может нанести вред здоровью человека. Принять участие и заявить о проблемном участке просто. Достаточно сфотографировать, на ваш взгляд, опасное место и отправить фотографию в региональное отделение Народного фронта. К фотографии необходимо указать адрес, краткое описание проблемы. Заявки принимаются на почту 57regionsobako.ru в группе ВКонтакте и Фейсбуке. Важные условия – поставить хэштег «Опасный лед». Проявили гражданскую позицию уже несколько десятков орловчан. Мы, соответственно, будем это оформлять в документальный документ и отправлять на обращение на имя муниципалитета, либо в области, либо в разных, где это будет в области по-разному, чтобы управляющие компании, на них повлияла власть и все-таки решали эту проблему своевременно. Активное взаимодействие Народного фронта с властью отражается не только на проблемах опасного льда, но и в других не менее важных сферах жизни. На планерке в мэрии, например, обсудили инициативу устранить проблему с ненадлежащей теплоизоляцией трубопроводов, что тоже опасно. По этим местам, которые обозначил российский Народный фронт, там есть незначительное повреждение изоляции. Теплоизоляция не наружена. В одном месте на Генераловне три листа отсутствуют железные, которые делают оболочки, как теплотрассы. И на Ломоносово семь листов. Но их периодически снимают постоянно, поэтому мы уже поставили задачу на устранение данных. Алина Логотина, Павел Джумабаев, Эдуард Чернаус, Костелеканал, Первый областной. Хождение по мукам для орловских гимнастов и акробатов вот-вот закончится. В феврале они переедут в свой дом, капитально отремонтированное здание. Теперь соперники держитесь. Подробнее Наталья Пехтерева. Зал спортивной школы Олимпийского резерва номер 3 сегодня больше похож на склад инвентаря. Переезд завершается. Последние штрихи. Сейчас практически все готово уже. Мы перевезли оборудование из того зала, где оно располагалось последние пару лет. И сейчас очень тщательно надо подойти, конечно, к монтажу оборудования. Новшеств много. Оборудование практически все новое. Мы с вами видим кольца, брусья, перекладину. Вот мы смотрим, даже коробки не распакованные еще. И это еще не все коробки еще есть. То есть, я думаю, у детей будет действительно новоселье. Путь домой, вернее, в новые стены был долгий. Многие годы тренерский состав и родители гимнастов боролись за право заниматься в безопасном здании. В 2015 объявили долгожданное. Ремонт. Сроки ввода сдвинулись менее чем на месяц. Тут немножко, конечно, вина наша. И в то же время поставка материалов была задержана. Поэтому строки сдвигались. И поэтому в настоящее время здесь уже все сделано. Причем сделано немало. Надстройка третьего этажа, усиление фундаментов. Инъекционные работы производились. Руководство школы надеется, что подрядчики работали на совести. Неприятных сюрпризов впоследствии не случится. То, что мы имели, что сейчас, это, конечно, небо и земля. Вы видите, все новое оборудование. Спасибо, я бы хотел сказать, и тренерам, и родительскому комитету, которые ездили в Стрелецкое. Вы знаете, мы занимались там год. И в холоде, и выходили из этого положения. Мы им очень благодарны. Занятия во временных залах, неудобства, спорту не помеха. Количество воспитанников не уменьшилось. Свыше 1300 человек. Спрос растет. Ребята и родители там уже пороги оббивают. И идет уже даже молодые наборы. В феврале открытие точную дату пока не называют. Далее первый турнир. Его запланировали на середину марта. Руководство школы и федерации гимнастики строят планы на будущее. В конце февраля пройдет день открытых дверей, где родители и будущие ученики смогут задать все интересующие вопросы. Наталья Фехтерева, Сергей Руднев, телеканал Первый областной. Орловские танцоры могут получить путевку в Москву и отправиться на фестиваль «Будущее России». За лучшими и талантливыми организаторы конкурса приехали в том числе и в «Орел». Почему важно попасть на фестиваль творческим коллективом из регионов и есть ли шанс у орловчан? Подробности узнавала Виктория Юркова. Воспитанницы школы Олимпийского резерва «Русичи» были одни из участников отборочного тура. Для будущего России семилетние танцоры приготовили свой номер с множеством пластических элементов. Конечно же мы хотим попасть на фестиваль, мы будем очень стараться. Номер называется «Цветик-семицветик». Что мы хотели показать этим номером? Ну, наверное, красоту цветка. Орел в числе городов, где ищут таланты о своем желании попасть на фестиваль в Москву, заявили уже десятки коллективов. Были у нас города, что, к сожалению, не члены жюри, не отбирали, то есть не приезжали участники. То есть по их мнению считалось, что в данном городе лучших нет. А в другом случае могут и 100% все 100% попасть на финал в Москву. Что такое будущее России? Это национальная премия в области культуры и искусства. В этом году столица России примет участников уже в третий раз. Поддержка у конкурса серьезная. В прошлом году на одной сцене собрались таланты из сотни городов. Танцевальные номера, сольные выступления, высокое международное жюри оценивало по-строгому. У нас в первую очередь, конечно, оценивается школа, то есть как готовят детей, то есть с азов, как начинается это все. Ну, понятно, это костюмы, это постановочная работа, это в соответствии с названием даже номера. Там вот на финале, да, встречаются лучшие, и они уже между собой соревнуются. То есть им это дает возможность попасть. Потом у нас самый крупнейший идет фестиваль «Надежда Европы». Каждый год он с 6 до 13 января в Сочи проводится. Вот, туда возможность попасть им. То есть также есть, возможно, на благотворительной основе. То есть при поддержке аппарата президента Российской Федерации они оказывают помощь. Это уже третья национальная премия будущей России. Городов проехали массу. Это 8 федеральных округов. Она затрагивает именно все крупные города, областные центры. Мы охватываем. А пока на сцене КДЦ «Металлург», где проходил отбор орловских коллективов юные воспитанники хореографической школы. Акробаты, исполнители стилизованных танцев, Результат этого отбора станет известен совсем скоро. Поиск талантов по городам России завершен. Виктория Юркова, Павел Джумабаев, телеканал «Первый областной». Орловский легковес, экс-чемпион мира Эдуард Трояновский преподал уроки бокса ливенцам. Известный спортсмен рассказал секреты единоборства, а также поделился техникой исполнения ударов. Андрей Деркач знает подробности открытой тренировки. «Бей и улыбайся» – любимая поговорка орловского чемпиона Эдуарда Трояновского. Те, кто отслеживают карьеру нашего земляка, знают, что Эдуард сделал себя сам. Еще будучи подростком, Трояновский пропадал в спортзалах. На своем опыте он знает, как важна тренировка. Это часть моей работы. Также часть моей работы – знакомиться с молодым поколением, со спортсменами, чтобы дать им какую-то мотивацию в развитии, в будущем. По чуть-чуть, по чуть-чуть мы, боксеры, которые добились определенного успеха, делаем такие шаги и ездим по разного рода городам, по большим, по маленьким. То есть знакомимся, проводим открытые тренировки. Здесь, в Ливнах, он для того, чтобы поделиться опытом и вдохновить начинающих боксеров делать шаги к достижению успехов в спорте. Это мероприятие важно в целом для города, потому что такой значимый человек посещает нас. И вообще, в принципе, для ребят было полезно почерпнуть этот опыт, чтобы в дальнейшем выступать на высоком уровне на самом деле. Он делает большую работу для нас, для пацанов, для парней всех, кто занимается боксом. Вообще, для Орловской области, я считаю, это просто достичь таких результатов – это что-то высшее. Бокс должен процветать в нашем городе. Этот вид спорта не должен никто забывать. Ну, хочу сказать спасибо Эдуарту за то, что он не забывает про наш город. После пробежки – работа в парах. Внимание координации и техники, ну и, конечно же, отработка фирменного правопрямого. Левый, правый. Вот это такие встречные удары на дистанцию. Но главное – пользоваться длиной руки. Эдуард давал индивидуальные советы, раскрывая секреты собственных наработок. Спорт, в частности бокс, это вообще свой путь, это вообще жизнь своя. Вы представляете, там порядка 17-20 лет человек занимается, ездит. Это своего рода жизнь, которую проживают спортсмены, переживают и проживают, и их близкие. Потому что, на самом деле, есть еще обратная сторона медали, что приходится преодолевать, чтобы выйти на тот или иной олимп. Завершилась встреча фотографиями и автографиями, после чего Трояновский уехал на личную тренировку. Очередной бой нашего спортсмена должен состояться уже летом. Андрей Деркач, при содействии телеканала Принт-ТВ. Уже несколько лет подряд в эфире Первого областного выходит проект «Ищу семью». В нем мои коллеги рассказывают о детях, которые нуждаются в любви и заботе. Ждут, когда каждого согреет свой домашний очаг. Ждут, что когда-то они смогут обнять маму и папу. В этот раз наша съемочная группа побывала в Тельчинской школе-интернате. О жизни ребят в ее стенах расскажет Алена Касаткина. В названии Тельчинской школы-интерната говорится «Для детей с ограниченными возможностями здоровья». Но глядя на любознательных мальчишек и девчонок, которые старательно выводят слова в своих тетрадях, делают удивительные вещи ручной работы. Нельзя сказать, что их возможности ограничены. Все дети имеют статус оставшиеся без попечения родители, либо некоторые круглые сироты. Детки у нас в основном готовятся к самостоятельной жизни посредством трудового обучения. И большую роль у нас сыграет патриотическое воспитание. Любимую учительницу они называют мамой. А все потому, что заботливый коллектив школы-интерната – их большая семья. Ведь только опираясь на искренние чувства, можно на самом деле завоевать сердце ребенка. «Начинаем с браты, ну а потом уже требуем то, что положено детям нашей школы. Потому что у нас дети очень сложные. Ко всем нужен индивидуальный подход, дифференцированный подход». Ребята здесь любят ткать ковры, вязать и рисовать. Благодаря поразительному усердию у них получаются по-настоящему качественные и прекрасные работы. «Вот так ткут ковры. Именно ковроткачество. Начинается это с маленьких ковриков, вот с таких, как вот этот коврик. Маленький совсем. Они поддают азы ковроткачества вручную. И это помогает им осваивать многие предметы». Здесь им комфортно и привычно. Но завидев незнакомых людей, ребята не прячутся, а первые идут на контакт. Каждый из них надеется. Может быть, это пришли за ним забрать в настоящую семью к той самой единственной маме. В надежде на то, что дети все же смогут обрести близких людей, первый областной телеканал снова запускает проект «Ищу семью». Может быть, кто-то из наших телезрителей увидит в ком-то из них родственную душу. Рассказ о воспитанниках Тельчинской школы-интерната смотрите в эфире главных новостей. Алена Касаткина, Сергей Руднев, телеканал «Первый областной». А на сегодня все. Вы смотрели программу «Губерния. Итоги недели». В студии был Олег Рудаков. Увидимся через неделю на телеканале «Первый областной». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова